Всем привет, с вами Дядюшка Розе и это обновление 08.11. Запускается Арена Остров Дьявола. Зиг Хартерика Барц Леона поделены на кластеры. Также апнули башню Слоновой Кости 3. Добавили еще одну красную комнату, ну а там очень жестокие мобы. Называется это новая комната Хранилище Запретных Книг. Также босс Самуэль, который появляется на третьем этаже башни Слоновой Кости, теперь появляется в этой новой комнате. И также изменена сложность сражения с боссом Самуэль. Завершается Остров Древних, добавлены улучшения. Добавлена динамическая камера. Ее можно активировать, посмотрев на левый нижний угол экрана. Вот сюда. Активируем динамическую камеру. Видим, как-то все увеличилось. Стало ли лучше или нет, без понятия. Напишите в комментариях. Обновление на этом все. Переходим к ивентам. Добавляется очень неплохой ивент. Свержение Тыковного Короля. 12.30 и 20.30. Будут появляться окошки около мини-карты. Ходы в это подземелья доступны для 30-х, 50-х, 55-х, 60-х, 70-х уровней. На выбор. В зависимости от вашего уровня. В подземелье будет ограниченное время и будет не больше 10 персонажей. Получается, со всех монстров, кроме двух типов, будут выпадать предметы, которые могут подобрать всем. Увядшую Тыкву и Превосходную Тыкву может подобрать только тот, кто нанесет больше урона по данному монстру. Назовем их так. Видим, тут заряды души, свитки модификации. Проклятые свитки модификации даже могут выпасть. Большая Золотая Тыква, Превосходная Большая Тыква, Ключ Победы, Свитки Модификации, Благосовенные Свитки. А вот эти две тыквы. Увядшая Тыква, Превосходная Тыква, видим тут фрагменты воды падают, Тьмы, Огня Земли, Лучный Кристалл, фрагменты рецептов редкие. И главный босс, с него тоже могут выпасть блески, видим. Проклятый Свиток Модификации. И также за убийство Золотого Короля дают Королевская Тыква Берниса. Может выпасть от 10 до 200 тучек реликвии энергии. Очень неплохо. И также серебряный мешочек Берниса. Видим, блески могут выпасть. Ну, очень неплохой ивент. Также писемка в 9 утра и 21.00. Два раза в день. Будет приходить на почту, что утром, что вечером будет храниться по 6 часов. Ну, если два письма получим, то будет 10.000 виталки и сверкащий подарок для развития. То бишь изделие развития. Две штучки. Если два раза в день получать, то две штучки будут очень неплохо. Добавляется сезонный пропуск, который можно купить за Адену. Там в выполнении потратить энергию. Там охота на монстров. Победа над боссом группового подземелья. Ну, все стандартненько. Убить 5.000 монстров. Вот на тыковного короля можно походить. До следующей середы убивать монстров 10.000 орденов. Победа мировых боссов 10.000 знаков. И по дням награды видим очень неплохие награды. Я бы сказал, не мусор, как всегда, что есть мусор. Понемножку очень даже неплохо. Дальше бонус. Добавляется бесплатный бонус, где финальная награда это Благословенная Святая Вода и Хасад. Ежедневно дается 10.000 энергии. И по дням видим первый день часы. Зелеразвитие. Улучшенный кристалл. Опять часы. Тоже не мусор, я бы сказал. Все, что нужно. Только полезные предметы. И также добавляется донатный бонус на 15 дней. Закончится бонус 06.12. Ежедневная награда это у нас карты класса и карты Агатиона на выбор. По дням. Чистый эликсир. С орденами. Очень вкусненько. Бонусная монета мастерства. Улучшенный легендарный. Кристаллы души. Знаки поручения. Такой улучшенный кристалл. Можем сказать, что это очень крутой пак. Если брать пак. И между паками выбрать, что взять. Лучше взять, конечно. Ежедневный бонус будет намного профитней. Добавляются паки. В паках будет знак уверенности. В который можно добавить временную коллекцию. Здесь урон, снижение. Коллекция будет до конца года практически. Бонусная монета мастерства. То есть хорошо. Паки такие. Но в паках шквал Сайхи. С которой можно скрафтить книгу наследника. Которая будет не привязанной. Также видим сундучки, которые на выбор. По 20 на сервер. Эти по 10 на сервер. Все книги в одну цену. Шквал Сайхи 240 штучек. Ну не очень профитно. Вот если крафтить, конечно. Вот такой вот сундучок. Сундук испытания. Сияние с легендарной книгой наследника. Получается как красная книга может дропнуться, так и фиол. С рецептом создания легендарного предмета. Легендарный героический. Что же вам выпадет, если вы скрафтите? Такая рулеточка. Также интересные свитки. Видим, продают на аукционе. Минимальная цена 17 тысяч. То бишь, очень хорошие свитки. 20% шанс. Уже 23 свитка скрафтили. Вам, конечно, придется скупить 4 пака, чтобы попробовать скрафтить. Такие же паки с агатенами, только с агатенами. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok